всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на август месяц для знака зодиака близнецы сегодняшнее гадание будет на 12 домов гороскопа на 12 сфер вашей жизни оно будет довольно таки глубоким и мы сможем детально рассмотреть события грядущего месяца напоминаю также о том что этот второй прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака также и по асценденту и то и другое верно что с вами больше резонирует то и ваше также помните о том что благодаря полученной информации заранее вы что-то можете в своей судьбе корректировать и направлять в нужное русло все что требуется от вас это максимальное внутреннее спокойствие ваша внутренняя тишина только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать и анализировать также не забывайте о том что общий расклад не заменит индивидуального но даже в общем раскладе мы можем рассмотреть тенденции грядущего месяца и так ваша первая карта уважаемые близнецы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению начну сразу с того что сейчас происходит в вашей жизни на тот момент когда вы этот расклад смотрите и для вас здесь выпала карта пятерки мечей эта карта борьбы эта карта каких-то проблем у каждого они свои но это нервы и это напряжение из-за чего то вы очень нервничаете как правило эта карта показывает закулисные игры за вашей спиной какие-то интриги нечестность со стороны группы людей в отношении вас это могут быть и конкуренты и завистники это может быть кто угодно тот кто является вашим врагом но по этой карте у вас есть не один враг и не доброжелатель сами вы тоже втянуты как будто бы в какую-то борьбу из-за этого в постоянном напряжении что на вашем сердечке на ваше сердечко выпала карта старшего аркана мира карта прекрасная она говорит о том что конечно вы хотели бы чтобы вашей жизни наступила новая эра новая эпоха многие из вас думают о каких-то масштабных проектах тех проекта которые могли бы в корне поменять вашу жизнь кто-то планирует путешествия поездки кто-то думает об образовании и обучение эта карта вас показывает как людей всесторонние развитых очень умных и тех людей которые всегда тянутся к новым знаниям у вас очень большой круг общения круг знакомств это те люди с которыми вы можете сотрудничать те которые могут вам помогать поэтому пользуйтесь теми связями которые у вас есть что под вашим сердечком что спрятано в тайниках вашей души и здесь мы видим снова такие карту старшего аркана мага как видите 2 под карты подряд старших арканов говорят о том что то что происходит вашей жизни на сегодняшний день для вас является очень важным многие из вас думают о каких-то новых начинаниях новых проектах и скорее всего не об одном проекте вы думаете ваша голова как дом советов у вас очень много идей и разных направлений которые вы хотели бы попробовать помогу для вас нет ничего невозможного все в ваших руках но все зависит от вас самих и от вашей целеустремленности сама по себе карта мага также может говорить о том что вы может быть думаете о каких-то манипуляциях о том что вами кто-то постоянно либо манипулирует либо пытается оказывать на вас давление вы размышляете по поводу этого почему потому что это вас угнетает если вы не хотите чтобы вами управляли вы всегда должны быть на несколько шагов впереди как хороший игрок в шахматной игре вот такие вот карты выпали для вас для начала теперь мы с вами пойдем по домам и первый дом будет отвечать первая сфера первая карта зато с какими мыслями вы входите в начало этого месяца августа что у вас на душе что вы несете в окружающий мир какие ваши цели задачи и здесь мы видим восемь мечей восемь мечей как бы резонирует с пятеркой мечей и говорит о том что да какие-то проблемы существуют сама по себе восьмерка мечей говорит о зависимостях о том что вы пока не можете прыгнуть к сожалению выше своей головы эмоциональное состояние у кого-то по этой карте может быть на нуле вы не знаете как решить какие-то проблемы вы ищете выход а найти его как будто бы не можете вы пытаетесь сделать все что от вас зависит но возможно этого мало почему потому что есть еще какие-то внешние факторы но я взяла дополнительную карту для того чтобы немножечко разъяснить первую и мы видим девяточку кубков эта карта говорит о том что все таки несмотря на какие-то болевые ощущения в начале этого периода вас что-то и порадует эта возможность и какого-то отдыха и встреч с друзьями возможность расслабиться также эта карта может говорить о том что кто-то из ваших друзей либо из ваших близких готов вам в чем-то помочь вот в какой-то затруднительной ситуации в которой вы находитесь к вам на помощь приходит кто-то из самых близких о чем это говорит это говорит о том что в одиночку вам действовать бессмысленно вам нужна чья-то помощь карта девяточки кубков говорит о том что эмоциональное состояние ваше будет выравниваться как только вы будете отдыхать вам отдых и перезагрузка просто необходимы и если у вас есть возможность развеяться не отказывайтесь от каких-то предложений либо сами создайте себе маленький праздник маленький отдых давайте заглянем ваш второй дом и здесь мы рассмотрим ваше имущество также те деньги которые вы притягиваете к себе сами то есть то что вы можете заработать и снова мы видим карту старшего аркана умеренности но в этой колоде умеренность непростая она говорит о том что все таки вам удается выйти за пределы сковывающих вас обстоятельств сами высшие силы в чем-то вам будут помогать у многих из вас очень мощные ангелы-хранители которые являются вашими покровителями несмотря на то что в начале этого периода вам приходится под что-то или под кого-то приспосабливаться все ваши страдания будут оправданы высшие силы вас услышат и к вам откуда-то будет идти помощь если говорить о вашем имуществе здесь тоже даже для тех кто что-то имеет свое вы как будто бы пока не можете либо расшириться вы мечтаете что-то поменять либо в самом жилье кто-то может быть думает вообще о покупке нового жилья о чем бы вы не думали чтобы не происходило в вашей жизни эта карта говорит о том что пока до этого момента еще не все получалось но возможности исправить что-то у вас есть эта карта говорит о том что просто на вашу ситуацию нужно время и будет так как вы хотите для тех кто меч мечтает о покупке чего-то нового и у вас пока нет чего-то своего эта карта также говорит о том что наберитесь терпения ваша зависимость от других людей также временно рано или поздно желаемое вы получите если говорить о деньгах о рабочих процессах деньги к вам будут поступать высшие силы не оставляют вас без поддержки к вам идут какие-то предложения по работе они у вас сто процентов будут но это те предложения из-за которых вы чувствуете себя зависимым человеком то есть вам приходится принимать чита условия но пока так нужно пока такой период вашей жизни который нужно пройти но карта хорошая она говорит о благосклонности небес давайте посмотрим и заглянем ваш третий дом что происходит здесь здесь мы рассмотрим ближайшие дороги поездки в этом месяце коммуникации телефонные звонки ваших ближайших друзей и ваших родственников карта короля мечей если говорить о мужчинах близнецах она показывает вас собственной персоной то есть это вы в отношении своих родных и близких и друзей вы чувствуете себя очень уверенно где-то вы чувствуете свое превосходство над кем-то либо вы себя очень высоко несете если говорить о мужчинах но несмотря на это с вашим мнением считаются вас считают очень умным очень интеллектуальным острым на язычок за словом в карман вы не полезете но у вас видят человека правдолюба и вы всегда говорите то что думаете говорите в лицо вы не плетете какие-то интриги за чьей-то спиной если говорить о женщинах на самое ближайшее время вот в начале августа большое влияние на вашу жизнь может иметь мужчина в вашей же стихии либо это ваш друг либо это ваш родственник может быть это даже кто-то из внешнего мира для кого-то это возможно мужчина с которым вы пытаетесь разрешить какие-то документальные вопросы и помощь этого человека вам однозначно нужно чтобы вы не делали у вас как будто бы идет совет с мужским лицом либо мужчина все-таки влияет в чем-то на ваши решения по-любому давайте посмотрим что происходит в вашем четвертом доме это ваш собственный дом под крышей которого вы живете и здесь мы видим пожар жезлов конечно эта карта суеты хлопот их много но по этой карте все-таки вы будете стараться держаться на позитиве несмотря на то что эта карта говорит о хлопотах она неплохая по крайней мере я вижу ваше желание борьбы за свое счастье за что-то новое в своей жизни для многих актуальна тема ваших деток ваших внуков ваш дом выпала карта ребенка и она говорит сама за себя конечно ваши мысли сосредоточены на ребенке и вы думаете о его будущем а его настоящим есть желание помочь но вам не всегда легко находить язык со своим ребенком почему потому что дети могут быть под стать вам тоже где-то вспыльчивые но такие же правдолюбы как и вы с ними тяжело спорить почему потому что у них всегда на все есть свое мнение если вы хотите что-то в своем доме поменять в своем жилище эта карта говорит о том что вы должны уметь своих близких увлечь теми идеями которые в вашей голове и они однозначно вас поддержат и пойдут за вами давайте заглянем ваш пятый дом это дом ваших хобби увлечений то куда тянется ваша душа романтические отношения для тех для кого это актуально и взаимоотношения с вашими детками снова карта старшего аркана отшельника прекрасная карта для тех людей которые изучают философию какие-то тайные практики эзотерические оккультные практики тоже эта карта для вас прекрасная когда вы что-то пытаетесь изучать вы как будто бы начинаете уходить в себя вам нужно личное пространство для изучения чего-то важного на сегодняшний день многих из вас эта карта показывает как людей очень мудрых очень глубоких у вас большая база уже имеющихся знаний это те знания которыми вы могли бы делиться с другими людьми но пока эти знания как будто бы не находят полной реализации для тех кто только мечтает развивать что-то какой-то из своих талантов эта карта говорит о том что вы это можете сделать но для этого вам нужно как будто бы личное пространство чтобы вас никто не трогал никто не беспокоил прекрасная карта для медитации для тех кто занимается медитативными практиками и у многих из вас конечно же философский склад ума если говорить о ваших детях многие из вас своих детей воспитывали в строгости вы их не баловали но при этом вы искренне их любите и стараетесь им помочь неважно сколько им лет подростки они или взрослые но по этой карте это немножечко отчуждение вот вы как будто бы каждый сам по себе вы может быть надеетесь на то что ваш ребенок когда-то вам в чем-то поможет но на сегодняшний день у вас очень много сомнений по этому поводу ваши дети или ваш ребенок также надеется на то что вы ему или ей чем-то поможете то есть это взаимные надежды как бы с обоих сторон и с вашей и со стороны ребенка но если говорить о ваших детях в общем то детки очень очень у вас умные если они будут развиваться у тех у кого детки подростки или маленькие их ждет хорошее будущее если говорить о романтических отношениях для тех кто ищет свою вторую половиночку карта отшельника говорит о том что вы больше одиноки чем в паре скорее всего вы особо и не проявляете инициативы в данном периоде чтобы кого-то найти эта карта говорит о вашей пассивности жизнь вас многому научила у тех у кого уже были отношения ранее вы как будто бы боитесь обжечься это самодостаточное одиночество даже будучи одному или одной где-то даже вы испытываете некий комфорт когда на вас никто не давит когда вам никто не рассказывает как нужно жить даже если с вами кто-то и пытается знакомиться я вижу что вы уходите в себя и это то что может отталкивать партнеров от вас то есть вы сами же и закрываетесь от каких-то знакомств для тех кто все-таки на сегодняшний день встречается и у вас есть половиночка карта отшельника говорит о том что это одиночество вдвоем вы не чувствуете себя до конца счастливой или счастливым возможно у вас есть какие-то общие темы для разговоров которые вам интересны обоим но это не любовь давайте заглянем в дом ваших повседневных забот и также рассмотрим ваше здоровье здесь для вас выпала карта короля жезлов эта карта говорит о том что если смотрят меня мужчины-близнецы несмотря на то что вы относитесь к стихии воздуха и мы уже видели вашу персональную карту то что касается повседневных забот вы включаете качество огня то есть вы лидер во всем вы пытаетесь всегда быть первым вы яркие спорщики вы люди заводилы вы любите быть на виду у всех и с вашим мнением действительно многие считаются но и для мужчин и для женщин эта карта может говорить о неком темненьком мужчине от которого что-то в вашей жизни зависит это ну буквально ежедневная общение с этим человеком вы все время пересекаетесь что-то обсуждаете для женщин возможно это ваш супруг может быть начальник может быть брат или друг то есть это может быть кто угодно но с этим человеком вы каждый день общаетесь не всегда легко вам находить общий язык но в спорах рождается истина и вы пытаетесь прийти к какому-то единому мнению если говорить о тех кто в поиске работы на сегодняшний день и с работой у вас что-то не получалось карты говорят о том что вы ищете но как будто бы найти не можете то что вам нужно то что было бы вам по душе в этом периоде я вам уже говорила к вам могут идти какие-то предложения но к сожалению это снова вам нужно под кого-то приспосабливаться принимать чьи-то условия если вы согласны то работу найти вы сможете скорее всего с поиском работы вам также будет помогать именно мужчина либо вашим прямым начальником руководством также может являться мужское лицо давайте заглянем если говорить о наших мужчинах близнецах то все-таки для вас эта карта более выигрышная чем для женщин почему потому что она говорит о том что где-то вы сами можете управлять своей жизнью или судьбой а для женщин эта карта говорит о том что все-таки вы в чем-то зависите от мужчины давайте рассмотрим ваш седьмой дом это дом партнерства для тех кто в браке для тех кто в паре и партнерство во внешнем мире теперь мы с вами объединим вот эти вот все четыре карты мы видели 8 мечей мы видим теперь 10 мечей со стороны внешнего мира это также какая-то усталость ваша собственная усталость из-за постоянной борьбы из-за постоянных трудностей справляться с какими-то проблемами вам может помогать женщина для кого-то это может быть женщина которая при должности если вы оформляете какие-то бумаги или документы они тоже у вас в очень большой тяжести для того чтобы чего-то добиться вам приходится ждать вам приходится надеяться и продолжать с кем-то вести переговоры если говорить о женщинах-близнецах вот карта дамы мечей показывает теперь уже вас самих и она говорит о том что вы найдете в себе силы подняться с колен и идти дальше как бы вам не было тяжело чтобы в вашей жизни не происходило если говорить о вашей личной жизни это большие разочарования это большая боль в паре вы не находите понимания ваши отношения как будто бы болезненные вы все время конфликтуете при том инициатор шей конфликтов и может быть женщина то есть для дам это вы сами а для мужчин это ваша спутница где-то вы с ней похожи характерами вы не хотите друг другу из уступать но все-таки у вас будет возможность возобновить ваши чувства ваши эмоции было бы желание общий отдых общей компании помогли бы вам расслабиться отдых вам двоим предстоит в этом периоде но я вижу что даже это вас не радует и даже вместе отдыхая вы все равно продолжаете ругаться то есть это те отношения которые немножечко зашли в тупик мягко говоря но все-таки пока их еще при желании реанимировать можно во внешнем мире то что касается партнерства общения с другими людьми тоже у вас ранее было очень много разочарований и вы сейчас все время как будто бы на чеку вы все время ждете какой-то опасности какого-то подвоха но вы тут же готовы дать отпор если кто-то будет вам в чем-то препятствовать что происходит в вашем восьмом доме здесь мы рассмотрим любого рода риск в зависимости от того что в этот дом падает и здесь мы видим 9 жезлов эта карта говорит о каких-то старых проблемах которые ходят по кругу пока вы их решить не можете но вы должны собрать всю свою волю в кулак и продолжать идти вперед справиться с теми проблемами которые существуют вы можете но снова эта карта борьбы то есть эта карта может также говорить и о любого рода конфликтах претензиях со стороны каких-то людей которые вас могут в чем-то обвинять и вам по этой карте попросту нужно в чем-то отстаивать свой интерес но эта карта также может говорить о том что сама жизнь для вас является каким-то постоянным трамплином для преодоления препятствий у каждого это какая-то своя проблема рядышком я вижу карту госструктур тем более эта карта справедливости карта юстиции и она может говорить о том что у кого-то либо непорядок с какими-то бумагами документами которые вам приходится оформлять заново либо что-то подымать заново для кого-то это может быть какие-то судебные дела и разбирательство для кого-то это элементарно долги или кредиты карты говорят о том что вам нужно быть все время собранными в этом периоде не расслабляться потому что на сегодняшний день пока еще проблемы остаются если говорить о вашем здоровье несмотря на то что внешне общий запас энергии неплохой по здоровью проблемы все-таки существуют у каждого они свои подлечиться многим из вас не мешало бы об этом также говорит девяточка жезлов у кого-то это какие-то воспалительные процессы но я вижу что ваш организм достаточно крепкий и он сам борется с какой-то проблемой но если бы вы дополнительно прошли еще лечение было бы вообще замечательно для кого-то вопрос лечения в этом периоде может стоять очень остро почему потому что какие-то хронические заболевания могут о себе напоминать что происходит в вашем девятом доме здесь мы рассмотрим взаимодействие с иностранными коллегами у тех у кого есть бизнес на расстоянии также образование и дальние дороги то что касается дальних дорог их возможно осуществить но скорее в более отдаленном будущем чем в этом периоде пока вы занимаетесь оформлением каких-то документов сбором информации но в будущем это возможно для тех у кого есть бизнес за зарубежными партнерами я вижу что вы во многом пересматривайте свои рабочие позиции ценовую политику почему потому что денег даже при наличии работы не хватает либо за свои услуги вы берете слишком маленькие деньги либо жалеете людей и идете им в чем-то на уступке в ущерб себе то есть то что касается работы здесь нужно многое пересмотреть вот карты вам как совет падают и говорят о том что пересмотрите свои позиции в работе вы устаете вам как будто бы даже особо и общаться с кем-то не хочется в этом периоде могут возникать конфликты из-за работы вам придется с кем-то договариваться давайте заглянем ваш 10 дом и здесь мы рассмотрим достижения этого месяца снова карта старшего аркана суда эта карта говорит о том что у кого-то действительно открыты судебные процессы для кого-то это проблемы связаны с вашим родом домом или семьей почему потому что эта карта кармы родовых проблем большая тяжесть также из-за семьи какую-то проблему которая имеется на сегодняшний день вам нужно решать уже сейчас почему потому что эта карта говорит о том что что-то нельзя откладывать в долгий ящик вы показаны как люди очень ответственные вы осознаете что если не сделаете чего-то вы за вас никто ничего делать не будет но и кто-то еще из ваших близких надеется что вы им поможете это любого рода бумаги документы конфликты споры то что касается казенных домов здесь тоже вам предстоит с кем-то общение которое для вас как болезненно но это необходимо в позитиве карта суда говорит о том что все-таки высшие силы сопутствуют вам во всех ваших делах вы должны верить вы должны не сдаваться и бороться за свои идеалы давайте заглянем ваш одиннадцатый дом и здесь мы рассмотрим ближайшую дружбу деньги от вашей прямой работы и также ваши надежды карта пажа мечей эта карта снова говорит о хлопотах вашем раскладе выпало два пажа у кого-то может быть есть два ребенка лишний раз эта карта напоминает о суете и о каких-то нервах на постоянной основе но эта карта также и сбора информации в чем-то то что является для вас важным то что касается дружбы вот вы ко многим относитесь подозрительно люди вышли из вашего дверя даже те кто к вам очень близко вот с вами могут просто играть либо вас в чем-то использовать у вас кем-то уже есть конфликт при том это конфликт как будто бы с группой людей либо с каким-то коллективом либо это ну как минимум 23 человека которым вы что-то пытаетесь доказать либо к вам со стороны группы людей могут идти какие-то претензии если говорить о ваших самых больших страхах то что прячется в глубине вашего сердца вашей души то что вы не хотите выносить на всеобщее обсуждение карта туза мечей говорит о том что вы боитесь того что вам на что-то не хватит сил что с какой-то проблемой вы не справитесь но по раскладу я вижу что любую проблему вы сможете преодолеть если смотрят меня женщины прислушайтесь к совету карт они говорят о том что справиться с какой-то проблемой или проблемами все-таки вам помогает мужчина также у многих переживания из-за какого-то нового дела нового проекта вам нужен чей-то совет опытного человека который мог бы вас в чем-то поддержать вы найдете того кто вам поможет не волнуйтесь давайте также возьмем карту основного совета для вас на этот период и здесь мы видим карту 8 жезлов карта замечательная она говорит о том что вы должны быть все время на позитиве чтобы вашей жизни не происходило эта карта вашей собственной инициативы если вы не будете сидеть на месте плакать унывать раскисать а будете действовать это ваша собственная активность вы найдете нужных людей многим из вас открываются какие-то дороги возможности поездок возможности что-то поменять также и в работе при желании то есть эта карта хороших предложений по сути для кого-то это новая любовь новые чувства возможность попутешествовать и отдохнуть и сама по себе эта карта благих вестей мы здесь видим прекрасных белых голубей и эта карта говорит о том что вы не должны терять веру высшие силы действительно рядом с вами на чем я хочу за акцентировать свое внимание по вашему раскладу на том что с деньгами у многих из вас существуют проблемы почему потому что в раскладе не выпало ни одной карты пентаклей это говорит о том что из-за денег постоянное напряжение именно из-за денег вы постоянно волнуетесь даже если деньги у вас появляются они тут же куда-то уходят но у вас не должно быть никакого пессимизма даже если вы на пенсии и вы не можете в данном периоде иметь дополнительного заработка в любом случае вас также поддерживают высшие силы всем хорошего настроения всем здоровья всем удачи в делах и терпения а я не прощаюсь с вами я говорю вам до новых встреч до следующих видео пишите в обратных сообщениях у кого как этот расклад проигрался будет интересно ставьте лайки за проделанную работу и подписывайтесь на мой канал те кто еще не успел подписаться а сегодня всем до свидания